Мы, как всегда, в полном составе, отправляемся гулять по морю. Всем привет, наши дорогие зрители и подписчики канала. С вами, как всегда, я, Славян, Насенька и вся моя банда. Мы сегодня решили прогуляться вдоль набережной Олимпийской и дойти от Таврической, от Магеллана до Бархатных сезонов. Нам там птичка нашептала, что там большие изменения. Очень хочется посмотреть, ну, соответственно, и вам показать. Давайте начинать этот новый день. Что нас сегодня ждет, не знаю. Погнали. Так, давайте сходу с морем поздороваемся. Смотрите, какой штиль. Кстати, вот кто хочет купаться в межсезонье, я всегда говорил и говорю, что лучше делать это до обеда, потому что после обеда поднимается волна. Пляж пока пустой, но сейчас к обеду здесь будет толпа людей. Учитывая, что погода хорошая, идут, конечно, все гулять. Лично я обожаю, когда на набережной вот так вот спокойно. Ты прям наслаждаешься прогулкой морем, когда еще и море такое спокойненькое. Вообще просто невероятно. Пляж Спорт Инд. Настен, возьми колясочку. Смотрите, как здесь все тихо, спокойно. Единственное, что вот эти булыжники повылазили в огромнейшем количестве. Да, прикиньте, вот еще летом до первого шторма здесь была накалька. Вот так вот прям заподлицо. И это ничего не было видно. А сейчас вот так вот. Так, пойдем в море, сходим сразу. Опа. Вот так вот передвигаться приходится по булыжникам. Опа. Ну и морюшка. Чистейшая, кстати, вода. Очень чистая. Я надеюсь, он камерой передаст. Но она очень холодная. Сейчас попробую. Вообще, она ледяная. Я не знаю, это же прорубь. А тут я помню, когда водопады нырял, вот она была такая же холодная, но тогда солнце светило. Ух. Ладно, пойдем дальше. Кстати, в этой части есть некие изменения. Ресторан про рыбу сохранили. Здесь раньше был прокат детских электромобилей, который всех очень сильно бесил, потому что он стоял вот с детской площадки. И у детей, конечно, начиналась истерика. Мама, покатай. Мама, покатай. Вот. И еще здесь раньше было сурф-кафе. Сейчас называется Pro Coffee. А детскую площадку сохранили. Такая большая. Но с нее, конечно, очень много чего брали. Оставили только почему-то песок и пару развлекушек. И все. Остальное все вывезли. Но хотя, по крайней мере, оставили, потому что я вообще в июле думал, что здесь полностью все уберут и сделают что-то другое. Мальчишки убежали от нас и бегут по пляжу. Правильно. Правильно сделали. А здесь, смотрите, кстати, вот расставили подушки. Здесь они прям прикольные цветные. Как и шклево. И сапы. Прокат сапов. Алоха. Алоха, друзья. Детская площадочка. Здесь все без изменений. Шикарный филип. Наша мечта, да, алоха, уехать бомжевать на Гавайи. Да. Палаточки. Да-да-да. На сапов... Это, на церковнике кататься. Стать гавайскими бомжами. Да-да-да. Дружба народов фонтан. Сейчас мы туда поближе подойдем. Огромнейшая парковка. И вон там вот дальше грядут просто нереальнейшие изменения. Сейчас я вам покажу. Вот он, фонтан дружбы народов. Он вечернее время, ну, когда сезон, он, естественно, работает, он подсвечивается, все безумно красиво. Здесь лавочки, прогулки, все шикарно. И вот смотрите, что здесь происходит. Ой, мощнейшая реконструкция. Точнее, мощнейший снос. Я, конечно, ничего себе удивлен. Раньше здесь были торговые ряды. Я сейчас кадр вставлю, чтобы вы понимали, про что я говорю. Вот. И самое, что интересно, я вот думаю, теперь, что здесь будет? Убрали дельфинов. Вот здесь были стойки дельфинов. Они означают то, что здесь, на этом пляже, всегда можно видеть дельфинов, когда море спокойное. Обалдеть. Слушайте, вообще, все палатки, каждую палатку, все убрали. если вы в курсе, почему здесь происходит вот так вот, напишите, пожалуйста, в комментариях. И еще, я вот сейчас прям сразу что заметил. Видите, вот эти виллы стоят. Они не функционируют. То есть, они не работают. Видно, что даже стекол побиты. Там огромное количество вилл, которые не запущены в эксплуатацию. Почему-то. А я думал, что они работают. И отсюда, кстати, начинается самый классный участок набережной. Теперь нет палаток. Видимо, может, виллы эти ведут в эксплуатацию, будет прекрасный вид. И почему самый классный участок набережной, потому что нет бетона. И здесь открывается. Посмотрите, какой шикарнейший вид на абхазские хребты. Просто невероятно. Пустнейший пляж. Все убрано абсолютно. Причем, в том году так убрано не было. Здесь все равно стояли в межсезонье какие-то минимум палаток. Здесь вот там стоял пост охраны. Типа медпункт. А сейчас вообще нету ничего. Остались только, видите, вот эти бетоны под навесы. Это про то, что насколько сильно здесь штормило. Да. Не повезло в этом году. В Сочи, конечно. Это вот, бархатные сезоны. Но с одной стороны вообще прикольно, что убрали эти палатки. Конечно, здорово, да? Если здесь сделают какую-то интересную игровую зону, либо что-то цивильное построят, будет, конечно, прикольно. Либо вилы просто сейчас они запустят в эксплуатацию, там вон стройка идет. Да, и это может быть даже их территория. Хрен его знает. Дальше вилы вот за этим забором, они тоже не функционируют. Интересно, да, было? Да. Раньше там пустота была в той стороне, ни кафешек, ничего, идешь, и там все развалено. Там все сделали, эту половину, теперь здесь все разрушили, а здесь теперь что-то будем делать, строить. Ну, здесь вообще классно стало такое пространство вместо этих всех настроек, и сейчас ты идешь, дышать легче. Да, как пространство появилось так классно, и горы, такой вид вообще, прикинь же, здесь же что-то строят, парзажат, это будет что, апартаменты? Ну, это просто какой-то левый баннер. Или, или вообще что это будет? Вот здесь вот стояли всякие палатки, вот здесь вот открывали медийное место. А, да? Да. А сейчас вот так все. вот этот пляж, он лучший, потому что он широкий, здесь малолюдно, здесь есть вариант заехать на машине, ну, и, конечно, ребятки, посмотрите, какие шикарнейшие виды здесь открываются, невероятные абхазские хребты, какая красота, там вот вдалеке виднеется Гагры, красота. Ну и купаться здесь, конечно, получше. Блин, так рельеф пляжа изменился. Посмотрите, какой резкий спуск, там еще спуск, как бы, чтобы вы поняли, насколько сильно. Вот так, наверное, думаю, что видно. Вот круг на воде, это здесь сливается вот эта вот канава, ее открывают. Многие, конечно, боятся на этой штуке. Вот, раз пятно, и вот оно, два пятно. Или, знаете, круги какие на воде. Ой, ой, ой. Да. Водица очень чистые. Как же хочется нырнуть, а? Красоты, красоты, красоты. Какие виды. Вообще невероятные. Вот, смотрите, я сейчас камеру держу на уровне глаз. Гляньте, с мой рост просто. Все, ты ниндзя-бонзай? Да. Да. Купаться будешь? Я бы купаться. Очень холодная вода вообще. Мы решили уехать от моря и приехали в Олимпийский, потому что на море такой прям ветерок, что мы аж замерзли. Вот, а здесь обычно ветра нет, ну и детки поиграют на площадке, а мы посмотрим, что здесь есть. И из изменений сразу, что бросилось за глаза, это вот здесь убрали бесплатные туалеты. Здесь вот прям топовая локация. Во-первых, водопад, который по лесенкам спускается, Олимпийские кольца, вот эти высоченные пляжи, как в Майами, туда можно тачку загнать, сфотографироваться. И из изменений посмотрите, как уже отстроили это здание. Не знаю, что здесь строят, но судя по баннерам, это какой-то здесь будет типа театр, где будут собираться балерины, оркестры, какая-то симфоническая такая история. Соответственно, площадочка Формула-1. Моя любимая Насенька идет. Детки уже куда-то вообще уехали далеко. Они, как говорится, на местности здесь, они здесь свои. Тартанули, не догонишь. Ага. Родион, значит, в машине сказал, что хочет взять вот этот самокат, не двухколесный. В итоге мы прошли полпарка, и он говорит, я хочу все-таки взять тот двухколесный большой, на котором он вчера, между прочим, падал и порвал себе штаны. В итоге, ладно, идем до машины. Но я ему сказал, что если порвешь последние штаны, будешь ходить в трусах. Штаны на них просто горят. Я не знаю, мы покупаем, проходит месяц, все, колени стерты. Что с этим делать? Не знаю, Настику уже перед надо эти, позаказывать на маркетплейсах всякие нашивочки и в колени пришивать такая некая защита. Вот, возмущаюсь на маленького, вообще хорошо, что вернулись, потому что я забыл закрыть вообще свою дверь. То есть, я так прикрыл, но даже на первую щеколду не защелкнул. Сетерком. Вот мы дошли до нашей любимой площадки. Вон детвора катается. За моей спиной мост в цветовой гамме Олимпийских колец. Соответственно, пять мостов. Вот здесь вот находится трибуна, куда люди ходят смотреть гонки. Но у меня есть лайфхак, чтобы посмотреть бесплатно, когда здесь проходят гонки. Вы можете залезть либо на турники и отсюда наблюдать, либо пойти на любой мост, лучше на крайний, там встать, и вам полностью откроется вся панорама гонок. Пользуйтесь нашими советами. А еще больше наших советов, рекомендаций, лайфхаков, мест, маршрутов, куча-куча всего есть в нашем авторском гайде. Мы прожили в Сочи суммарно год, пропутешествовали, изучили и написали собственно эту книжку, которая состоит из двух частей. Для того, чтобы ее приобрести, нужно написать в инстаграм мне, либо Настеньке в директ. Приобретайте, изучайте и пользуйтесь, и путешествуйте по Сочи с легкостью и с удовольствием. И да, забыл сказать, что цена гайда всего лишь 490 рублей. Мы решили зайти в нашу любимую вермишель. Пойдем, выберем. По меню, кстати, цены здесь не изменились. Сейчас покажем. Так, вот, смотрите меню, ставьте на паузу, изучайте. Мы будем заказывать себе шашлык. Вот он. И здесь очень вкусная вот эта вот типа пицца нарта. Ну, типа назовем это национальным блюдом. Вот сейчас принесут, покажем. И вот самое, что интересно, про что я говорил, время обед, а вермишель вообще пустует. Смотрите, здесь обычно полная посадка, причем неважно, сезон это не сезон, всегда была полная. А сейчас пусто, потому что цены на столовскую еду они подняли очень сильно. Так, нам принесли вот эту же эмиритинскую пиццу. где за ухер тут ухер чула. Потрясающе выглядит, конечно. Шашлык еще, она же готовится. Самые умные пошли столовой, взяли, значит, пюре, картошку по-деревенски и овощи. Так, ну вот и шашлык подъехал. Вообще, красота. Это порция 750 грамм, по-моему, они сказали. Все нам, приятного аппетита. А после обеда мы приехали на пляж Сучифония. Здесь есть река, на той стороне мандарин. Сейчас я покажу. А мальчишки хотят прыбачить, мы вот в столовке взяли хлеб. Вот. Сейчас закрою машину и пойдем попробуем что-нибудь поймать. Здесь нас встречают сразу же арт-объекты. Здесь есть, кстати, туалет, он бесплатный. Здесь есть бассейн. Сейчас тоже чуть позже покажу. Надо только подняться. Точно здорово. Смотрите, здесь площадку даже детскую сделали. Вот еще есть туалеты. Души, переодевалки. Вот тут все так интересненько подсвечивается. Кафешечка. А еще этот пляж называется Лего, потому что вот эти, видите, детальки, они все такие яркие. И, конечно, давно не подкрашивали, но когда они подкрашиваются, здесь прям очень клевенько. Ну, конечно. Так, и вот она Мазымта, которая снова изменила русло. Слушайте, если честно, я не знаю, как так вышло, но буквально летом, да, вот видите этот обрыв, здесь стекла река и вот изменила, смотрите, как она русло и получается, что сейчас вот это все пляж, а река стала течь вон там. нифига себе, вот представляете, вот где сейчас я иду, это все была река. Ничего себе! Прикиньте, какой огромнейший пляж образовался. Вот это класс! И теперь вот так вот, видите, это все выглядит кафе, беседки, качельки, вон там вот мангальные зоны, баня, вот здесь вот, тут открытый бассейн, кафе, ресторан, но оно функционирует только летом, и сцена, куда тоже приезжают различные артисты. Идет мой маленький, стульчик себе несет, удочку свою несет, молодец! Вот мы подошли, видите, поближе к сцене, вот тут вот, бассейн, сейчас попробую подняться туда. Давай. Ничего не вижу, все отсечивает. Смотри, лови, лови. Эх, пацаны, пацаны. Я, наверное, когда-нибудь тоже дорастутые рыбалки, но я люблю рыбалку, но мне нравится такая троевого, типа где-нибудь на катере, на щуку, что-нибудь такое, а вот возле берега как-то не совсем это мое. Смотрите, здесь вот есть бани, можно попариться, сразу в реку окунаться, либо идти в море окунаться. На той стороне есть большущая парковка, вот, там еще можно, в принципе, машину оставить и кругом обойти. Здесь, кстати, вот две бочки. и вот здесь вот находится бассейн, но он вот не работает, передо мной прям закрывает, видимо, там сейчас все на реконструкции. Артем, что говоришь? Не слышу. Нету, думаешь? Ничего не поймал? Так посмотри, мужики, вот на том берегу, мы пришли, они сидели, ты уже нарабачился, они до сих пор сидят. Вот на той стороне, посмотри, раз мужик, два мужик, вон там еще сидят, много людей рыбачит. Ну, короче, устали, да? Да. Будем собираться? Окей. Вот сами посмотрите, какие теперь здесь пляжные просторы. Посмотрите, какой огромнейший, огромнейший пляж. Просто невероятно. Ну и, скорее всего, вот этот природный выброс гальки, он будет дальше, дальше, дальше происходить, и вот так вот туда будет уходить весь пляж. Настенька замерзлый, ветер сегодня прям продувной осталось в машине, а мы с мальчишками идем в локацию такую под мостом, который находится. Сейчас попробую вам показать, надеюсь, там не будет волн, и мы сможем туда зайти. А еще у нас, кстати, дело к закату. Пляж Лего потрясающий. Темка, пошли. Вот здесь вот такой вот, видите, мост. очень клево смотрится здесь все. Здесь, конечно, поработали арт-художники. Видите, как здесь здорово. Также все навалены. Видите, как классненько. Да, канаты. какой может быть детство у пятимесячного ребенка, который еще даже не сидит с папой. Да? Да. Торжонка. Да все, хватит, народ уже. Ему хватит. И вот представьте, когда здесь шторм на морюшке. Вот в этот туннель волны с такой дури бьют, с такой высоты, что даже посмотрите, на какой высоте находится огромный корень дерева. посмотрите. Представляете? Вот это все ржавое, ну, естественно, того, что сильные волны бьют. Ну, вот это, конечно, показатель высоты волны. Радюшка, отходи скорее оттуда. А вот еще, видите, коряга застряла. Это какой удар волны, что вот ее вообще отсюда не вытащишь. Ну-ка. Да нет, это точно не вариант. Такая мощь. Где-то я еще видел. Родион, иди сюда. Вот. Смотрите, еще коряга. Ее вбивает вообще нереально. Вот даже мелкие камни достать невозможно. Это все летит вместе с галькой. Артем, не надо, отходи. Да, еще коряга. Представляете? Я просто здесь вообще первый раз возле моста гуляли, но сюда вовнутрь ни разу почему-то не заходили. Вот еще. Видали? Вы только представьте, какая мощь. и вот здесь вот смотреть как бы в конце уже все, здесь уже море заходит, туда уже дальше не пройдешь, но сам коридор посмотреть, какой он классный. Ржавчина, огромнейшие трубы, море очень чистое, посмотрите, какой цвет бирюзовый. и вот такая красотища. Класс. Мы тут остались на закат, думали, что он будет, а солнце прямо заходит за тучи, и как такового заката-то и не будет. Поэтому, ребятки, спасибо, что досмотрели этот выпуск до конца, поставьте обязательно лайк, напишите комментарий, если не подписаны на канал, то обязательно прямо сейчас это сделайте, подпишитесь, это выпуски из Сочи, мы здесь ненадолго, потом двигаться будем дальше в новые путешествия.